ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Чтобы посмотреть этот фильм в кинотеатрах в конце этого года. К сожалению, премьера фильма вновь была перенесена. Картина выйдет 1 октября, на неделю позже, чем нам первоначально сказали. Но послушайте, по крайней мере у вас есть мои видео, которые помогут вам сохранить дух Сопрано вплоть до премьеры. Что ж, давайте взглянем на трейлер и разберем всё, что сможем найти. Кадр за кадром. Если вам нравится Сопрано, обязательно подпишитесь, потому что я собираюсь делать выпуски по Сопрано до тех пор, пока будет, что вам рассказать. И если вы что-то заметите, что я упустил, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Трейлер открывает сцена, в которой мы видим Тони в телефонной будке. Мы слышим закадровый голос Джеймса Гандальфини. И он говорит, что воспитан, чтобы следовать кодексам, в частности, кодексам чести и молчания мафии, известным как Амерта. Эти слова очень похожи на то, что он говорит Мелфи во втором сезоне, когда в Кристофе расстреляли. И именно так Тони оправдывает всё насилие, которое он совершает в течение шоу. Затем мы видим, как подросток называет Тони идиотом. И Тони вступает с ним в драку. В пятом сезоне мы узнаём от Сильвио, что Тони всегда обладал сильным чувством гордости и мятежным характером. Затем мы двигаемся к средней школе Тони. И кадр коридора отсылает нас к осну Тони, где ему снится, что он вернулся в свою старую среднюю школу. Это не единственная отсылка, которую мы увидим в этом трейлере. Оливию вызывают в офис школьного консультанта, чтобы поговорить о поведении Тони. В первом сезоне Оливия сказала, что её всё время вызывали в кабинет директора, пока Тони рос. «Я практически жила в кабинете директора». Но консультант говорит, что у Тони высокий IQ, и он прирождённый лидер. То же самое о Тони-лидере мы слышим от его тренера Малинара из Сна. Этот факт крайне интересен, потому что в пятом сезоне Тони говорит Джонни Секу, что его IQ равен 136. Я всегда думал, что он лгал об этом, и просто копировал информацию, которую слышал от своего кузена Тони Блондетта. Но, видимо, у него действительно был высокий IQ. Однако, когда Ливия слышит это, она недоверчиво фыркает. Мы видим это уже тогда. Она не любила Тони и подрывала его всякий раз, когда только могла. Затем мы видим Тони в закусочной Хольстон, где происходит легендарная финальная сцена сериала. Планировка ресторана очень похожа, и я почти уверен, что это тот самый ресторан. Затем мы видим первый кадр с Диким Элтисанти, отца Кристофера и главного героя этого фильма. Он хлещет водяру. А в сериале мы узнали, что он алкоголик и наркоман. Тони называет его дядей Диком. Хотя, технически, они не связаны родственными узами, что коррелирует с отношениями между Тоном и Кристофером. Затем мы видим очень знакомый образ группы парней, слоняющихся вокруг сатриаля. В следующей сцене мы видим чернокожего парня, стреляющего в кого-то в машине. Это намек на расовую напряженность, которая будет очень важной частью этого фильма. Дики говорит, что взросление в их семье сказывается на её членах. И это тема, которую мы видим на протяжении всего сериала. Тони говорит, что он мог бы стать кем-то другим, вроде продавца мебели, если бы его отец не был в мафии. Затем мы слышим, как Дики говорит, что он хочет помочь Тони. И мы видим кадры с деньгами, которые зарабатывает мафия. Он хочет, чтобы Тони последовал за ним в преступную жизнь. Мы видим кадр Тони с другим пацаном. И я не могу с уверенностью сказать, кто это. Некоторые люди говорят, что это Сильвио. Однако Сила должен играть актёр Джон Магера, который был в другом фильме Дэвида Чейза. Затем Дики дарит Тони украденную стереосистему. Тони говорит, что хочет поступить в колледж, и его не должны ловить с краденым. Если вы помните, Тони учился в Сэттен Холл полтора семестра, прежде чем бросить учёбу. Здорово, бандит! Данный ролик создан при поддержке двух самых крупных пабликов, посвящённых сериалу «Клан Сопрано». В самом крупном паблике вы найдёте любую информацию, посвящённую сериалу. Кстати, у этого паблика есть дочка. Нет, это не Мэду. Сообщество называется «Цитатник Сопрано». Там вы найдёте любимую серию сериала. А также сможете поделиться яркой цитатой у себя на стене. Все ссылки в описании. Капищ! Мы переходим к кадру с Полли, который делает свой знаменитый жест. Парень на пассажирском сидении похож на Пуси. Затем нам показывают, как они грабят магазин с техникой, откуда, вероятно, и взялась стереосистема. Мы видим, что Дики оказывает дурное влияние на Тони. Он убеждает его украсть, убеждая, что это только один раз. Возможно, именно здесь начинается лицемерие и самообман, которыми известен Тони. Мы также видим некоторые костюмы позади них. Что напоминает мне серию 46 размер, когда Брэндон Филоне и Кристофер украли грузовик итальянских костюмов. Затем я вспоминаю историю, которую рассказал Джуниор о корабле Микеланджело, на котором Диваторио прибыл в Америку в 1961 году. Следующий кадр, который мы видим – Джуниор, везущий Джонни Боя, что может служить этому подтверждением. Джуниор заверяет, что поговорит с Тони о его поведении, но Ливия говорит, что Тони слушает только Дики, снова подтверждая, насколько они близки. В углу мы видим кого-то, кто мог бы быть молодой Дженнис. Затем мы переходим к беспорядкам в Ньюарке, которые станут основой фильма. Парень, которого играет Лесли Одом-младший, говорит, что им нужно избавиться от Дики Мелтисанти. Затем мы видим, как он вступает в перестрелку с Дики. Мне интересно, может ли это быть Морис Тиффин? В четвёртом сезоне мы узнаём, что он был там во время беспорядков, сражаясь против итальянских группировок во главе с Энтони Империале, который будет в этом фильме. Ещё одна интересная деталь. Когда он разговаривает с Зельманом, он говорит, что они отказались от насилия. Это означает, что в своё время они прибегли к насилию, что могло бы вписаться в образы, которые мы видим. Затем мы двигаемся к Дике, Поле, Жёлтому Костюму и другим парням, которые приводят другого парня в автомастерскую, чтобы его пытать. Интересно, может ли это быть автомастерская Пуси? Затем мы вновь возвращаемся к Тони и другому пацану, нападающему на мороженщика. Опять же, это не Сильвио, потому что это не актёр Джон Магара. Но, возможно, это молодой Джеки Април. Мы видим смеющегося Рея Лиотте. Некоторые полагают, что Генри Хилл сыграет старика Ди Мео, босса семьи Джерси в начале первого сезона. Однако, Майкл Империоли подтвердил, что Лиотта сыграет отца Дики Малтисанти, парня по имени Голливуд Дик Малтисанти, что имеет смысл. Если фильм называется «Многие святыни Уарка», вероятно, вы захотите, чтобы в фильме было больше одного Малтисанти. Затем мы видим женщину, очень похожую на курящую Ливию. И, по словам Дженнис, Ливия действительно иногда носила прическу в стиле пчелиного улья. Мы снова переключаемся на персонажа Лесли Адома-младшего, глазеющего на горящий Ньюарк, снова подчёркивая конфликт, который беспорядки в Ньюарке будут играть в фильме. Затем Джонни Бой стреляет кому-то по покрышкам. Затем мы переходим к похоронам, чьим неизвестно. Но мы видим женщину, смотрящую на Дики. Это вполне может быть Джоан Блондетта, мать Криси. Позже мы видим, как Дики занимается с ней сексом. Поэтому, с большой вероятностью, это может быть мама Кристофера. Между тем, на улице происходят беспорядки, и похоже, что некоторые люди идут за Дики. Возможно, его смерть каким-то образом связана с чем-то, что он сделал во время беспорядка. Мы видим Тони с его командой. Он и четверо молодых парней. Это могут быть Сил, Джеки Април и Ральф. Как мы узнали в третьем сезоне, когда они были подростками, у них была своя небольшая группировка. Пятым ребенком может быть Арти, с которым Тони дружит с детства. Мы видим, как Полли и другие нападают на темнокожего мужчину. По всей видимости, это друг Лесли Адома-младшего. Возможно, это месть за то, что они сделали с Дики. На последнем кадре Дики разговаривает со своим отцом, который уже сидит за решеткой. Он говорит ему, чтобы тот держался подальше от жизни племянника. Показывая, что они осознают, насколько Дики оказывает дурное влияние на Тони. Мне интересно, может ли это быть одной из причин его убийства? А что думаете вы? Напишите в комментариях. На этом трейлер заканчивается, и мы слышим всем полюбившуюся заглавную тему из оригинального сериала. И это действительно здорово. Надеюсь, вам понравился этот разбор. Если вы, как и я, без ума от Клан Сопрано, смело жмите на плейлист, который сейчас на ваших экранах. Капиш? Обязательно напишите в комментариях, о ком из актеров сериала Клан Сопрано мне рассказать в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, Facebook и мой личный Инстаграм. А если хотите поддержать канал, загляните на мою страницу в Патреон. Это последний киногерой, меня зовут Иван Пятовский, не переключайтесь.